Здравствуйте! В эфире программа Блогеры 2.0. Непогода в столице стала одной из главных тем в соцсетях. Одни пользователи выражали свое возмущение тем, что жители не предупредили об ухудшении метеоусловий заранее, другие с нетерпением ждали улучшения, предлагая свою помощь. Не обошлось и без состязания среди сетевиков в остроумии. После рассылки сообщений об отмене занятий и закрытии трасс в мессенджеры астанчан посыпались объявления о пропаже школьника, который благополучно был передан родителям. Дальше из телефона в телефон покатились шары, за ними люди, а прочные конструкции начали давать трещины. Я все понимаю. С НИПами, конечно, предусмотрены определенные перемещения, горизонтальные и вертикальные. Но они разве должны ощущаться до такой степени, что смещается плитка и трескаются стены? И это от ветра? А что будет при колебании земли, если его так заносит от колебаний воздуха? Это происходит не в самом здании, а в месте примыкания галереи, соединяющей два здания. Просто при отделке помещения не выполнен шов, как положено, поэтому и страшно выглядит. На самом деле перемещения очень даже небольшие. Если посмотреть, как на ветру колеблются большепролетные мосты или сжимаются и расширяются под действием температуры, то вообще в обморок упадете. Для высотных зданий это нормально. Всему виной разгневанный бог Целинограда. Большую популярность сначала набирала именно эта шутка. Но потом появился мем о столичных жителях и приезжих в аналогии с героями сериала «Игры престолов», где коренные останчане были изображены известными белыми ходоками, нашли среди горожан и самого сурового. А нам все равно, а нам все равно. Вырут цифровых технологий, пользователи не стали разрушать стереотипы. Сначала снимай, потом помогай. Аким Сарай Аркинского района столицы выложил видеоролик с двумя девушками, пытающимися удержаться на ветру за небольшое дерево, снятым мужчинами из салона автомобиля. Автор подписал, что возмущению его нет предела и предложил всем проникнуть сочувствием в такие опасные дни. Уважаемые жители, давайте в такие дни неблагоприятных погодных условий быть терпимее, помогать друг другу, если видите, что по дороге люди не могут идти из-за сильного ветра. Их заносят, машины застряли, остановитесь, помогите и будьте добрее и дружелюбнее. Уже на следующий день Facebook запустил кнопку «Я в безопасности» с отметкой локации пользователя «Шторм в Астане». Система обозначала точки на карте, где находились люди, которым требовалась помощь. Можно было увидеть, кто из друзей в порядке и опасность им не грозит. Но главной функцией оказалось обозначение мест, где людей могут приютить на ночь, укрыть от непогоды и предоставить питание совершенно бесплатно. Некоторые сетевики подметили, что активация данной функции запоздала примерно на 24 часа. Баланс под контролем абонентов сотовой связи больше не будут уводить в минус. Об этом на своей странице сообщил Дауре Набаев. Новые правила не позволяют операторам связи оказывать услуги при отсутствии средств на лицевом счете. В особенности это касается услуг роуминга. Так мы предупреждаем действия операторов по образованию минуса на балансе абонентского номера. Отныне устраняется практика принудительной установки сигнала соединения БИП при дозвоне на перенесенные номера. Теперь установление перед сигналом вызова дополнительных акустических сигналов и пауз станет возможным исключительно по заявлению абонента. Также решена проблема навязывания абоненту дополнительных услуг связи путем введения UCCD команды или отправки СМС. Теперь ошибочное нажатие клавиши, случайная отправка сообщения или другое неосторожное действие не приведет к подключению нежелательных услуг. В ближайшее время полный текст документа будет опубликован в СМИ, после чего в 10-дневный срок вступит в силу. Про роуминг актуально. Как раз думал, как предотвратить это, когда за границу выезжать. Очень рады, что министерство занялось актуальными вопросами. Не забудьте также внести изменения в КОАП, если все-таки операторы нарушат эти правила. Проблема с дополнительными услугами очень актуальна. Как бы то ни было, а по опросам оказываться должником перед сотовым оператором не по своему желанию готов. Не каждый абонент и министерство связи, пожалуй, понять можно. В сети появлялись высказывания авторов, которые боялись, что долги перед сотовыми операторами могли испортить им кредитную историю. При этом терять свои номера и попадать в список должников по мобильной связи готовы были не все. Поэтому оплачивали счета, даже считая их неуместными. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях, либо оставляйте комментарии на сайте нашего канала. До встречи в эфире и в Казнете. Субтитры создавал DimaTorzok